Лето – время ягод, отдыха и, конечно же, газонокосилок, ведь работа в жаркое время года кипит, а работы много. Это целый перечень мероприятий на различных общественных объектах и участках городской территории. Ведь красивый город – это не только цветочные клумбы и ровные дорожки. В первую очередь, это ухоженность и его содержание в порядке. Ежегодный важный элемент летнего благоустройства городских территорий – покостровы. Сейчас мы наблюдаем, как говорится, редкое явление для июня, наверное, когда у нас становилась влажная и прохладная погода, много дождей, но, тем не менее, и хватает солнечного света. Поэтому сейчас трава растет очень активно. Если буквально полмесяца назад мы наблюдали, что было исправляющее солнце, трава повсеместно остановилась в росте, то сейчас мы наблюдаем и по окраинам, и по паркам, по скверам, по основным улицам везде буйный рост растительности. На нас это сильно не повлияло, потому что у нас работа и объемы есть всегда. Просто, наверное, немножко скоординировал планы. Если мы могли какие-то раньше улицы косить раз в две недели, где-то могли покосить раз в месяц, то сейчас, конечно, нам надо идти больше всего в успешном темпе, чтобы охватить больше объема. Газонокосилки, триммеры, самоходные косилки, райдеры – все эти виды техники являются лучшими помощниками в работе специалистов коммунальных служб. К сожалению, сегодня на балансе коммунальника косилок райдеров не так много, ведь стоят они немало. Однако руководство сегодня мониторит рынок, чтобы приобрести еще один. Сегодня данный вид техники оправдывает свою немалую стоимость, так как заменяет полноценную бригаду из семи человек. Впервые такую технику применили на покосе травы в городе четыре года назад, а сейчас на балансе предприятия коммунальник уже девять ее единиц. Райдера, конечно, нас очень выручают, потому что в городских реалиях они заменяют порядка пяти-семи человек, то есть полноценная бригада, то есть нам существенно ускоряют производительность покоса. Но на данный момент количество единиц, которое было в том году, осталось и в этом. Стараемся поддерживать их в исправном состоянии, потому что работают они, можно сказать, 24 на 7. Покос травы – это процесс, требующий времени, усилий и профессионализма. Однако именно он делает наш город гораздо ярче и живописнее. С этим не могут не согласиться брещане, которые, прогуливаясь по улицам любимого города, замечают тот самый тук работы специалистов коммунальных служб, который не может не радовать. Чистота, порядок, вовремя, гостина. Нормально работают, дай бог, что в каждом городе так работали. Мы сегодня на работу шли с Николаевной и говорим, ну, надо было бы покосить. Вот прямо желтые эти цветочки растут. Как-то вот в предыдущие годы было лучше немножко. Может быть, нехватка времени. Очень много мероприятий. Май, вот июнь начался, очень много мероприятий. Может быть, поэтому единственное предположение. Чисто, всегда хорошо. Подъезды моют у нас именно. В подъездах чистота, везде порядок. Ничего не могу сказать, все прекрасно. Бывает такое, конечно, не везде все успеешь. Очень растет быстро трава после дождей. На данный момент завершен покос на центральных улицах города. Сегодня специалисты коммунальной службы приступили к отдаленным участкам Бреста. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ